Good game, good emotions? Да, здравствуйте, Михаил. Можно на ты? Давай уже, на ты. Привет. Привет, Миша. Расскажи, насколько тяжело было это все организовать, и по сравнению вообще с прошлым годом, и какие результаты? Результаты оценим через несколько часов, пока пол горит. Надо будет прийти в себя. Тяжело, потому что тяжелее, чем в прошлом году. Знаешь, каждый год думаешь, ну ты вот сделал, и в следующий раз просто повторить. Да, еще раз тот же вес взять. Каждый раз берем вес больше. В этот раз два дня, в этот раз другая площадка, абсолютно иная. Другая логистика, иная вообще логика площадки, все иное, но она классная. Я просто влюбляюсь в нее, несмотря на то, что она далеко. И тут анонс, good game. На следующий год у нас сюда поедет электричка, легкого метро, может будет доехать вообще легко. Вы садитесь на белорусском вокзале, платите 3 копейки, и доезжаете огромной электричкой, сразу тысяча человек, сразу к нам на фестиваль. Так будет через год. Нам обещал Собянин. Вот, пока автобусы, пока автобусы. Ну это такой затакт был, да, соответственно. Я думаю, все будет хорошо с транспортом. Это то направление, в котором Москва развивается. Поэтому мы решили, что это такая перспективная площадка. Давайте, давайте здесь жить. Да, на прошлом стримфесте я тоже была, и по сравнению с прошлым мне это помещение намного больше нравится. И комфортнее, и в принципе так себя ощущаешь уже более цивильный, прям хорошо. И тут смотрю и охрана, и вообще в принципе все намного лучше. Охрана большая, дорогая. Да, Росгвардия. Нас бережет. Может быть, Третьяковка бережет не так хорошо, но нас бережет хорошо. Никаких эксцессов вообще замечательно. Вот это вот, знаете, бывает, ой, я не поеду, мне в интернете кто-то в чатике сказал, что он мне там щелбан сделает, никто никому ничего не сделает. Поверьте, вот весь этот хейт, он растворяется в абсолютную атмосферу праздника. И люди, которые ругались друг к другу в чате, здесь обнимаются, целуются, и вообще все это уходит. Это ценность живого общения. Вы в интернете человека никогда не поймете, не познаете, не ощутите. А люди хорошие. И вы берете их, подходите к ним, говорите, ну, ругались, брат, давай обнимемся. И обнимешься, и все хорошо. Фестиваль для этого и нужен. Это такой фестиваль обнуления хейта, понимаете? Раз в год мы обнуляем весь хейт, и все разбан, все разбан, да, ребят. Скажи, пожалуйста, а вообще, вот смотрю, сегодня ты переживал, что сегодня будет мало народу, но я смотрю, опять прям наполнился весь тримфест, вот, и говорили, что второй день будет намного свежее, и прям вообще, а тут опять прям негде уже протолкнуться, видимо, прям настолько успешно. Я даже предполагала, что второй день будет билет дешевле, но смотрю, нет, нет смысла, потому что действительно полный зал, настолько активно. Хорошо были, хорошие были бы продажи? Ну, они были лучше, чем в прошлом году, я не могу хоть сидеть на данный момент, даже если хотел, но как бы они в динамике идут, я еще не смотрел. Знаете, по слову посмотришь, подарок под хладушкой, надо смотреть на Новый год, то есть есть там что-нибудь или нет. Площадка дорогая, фестиваль никогда не был зло нацелен на то, чтобы вот сейчас вот со всех содрать много денег, билеты у нас были все очень дешевые, вот. И мы растем такими маленькими, поступательными, но очень уверенными шагами. Нам важно показывать каждый раз, что вот то, что мы заявляем, мы показываем. Мы никогда не говорили, что у нас будет огромный офлайн, мы не фестиваль толпы, мы не игромир, мы фестиваль очень хорошего онлайна. Это потрясающие цифры в официальной трансляции в этом году, в соцсети, весь АРЛ вчера был наш, весь твич АРЛ, весь твич клип. Сейчас сидят люди, специально обычно собирают, говорят, мы не можем, это невозможно собрать, это какое-то дикое количество. Поэтому вот это мы показываем, но офлайн для меня лично очень важно, вот то, что я говорю, живое общение и вот эти активности живые. Сумма, сумма хорошая. Вы и в онлайне себя чувствуете на празднике, и в офлайне. Я, кстати, была на Игромире, и побыла там ровно часа три, и больше туда не приезжала делать, там, правда, нечего, хотя билет был дороже. И, правда, вот я сравниваю, что в прошлом году, что в этом году, я с удовольствием прихожу сюда, и во второй день, в этом же году первый раз, да, два дня? Первый раз, два дня, да. Ну, смотрите, сравнение с Игромиром вообще некорректное, потому что, ну, Игромир — это огромная, длиннейшая история, которая сама над собой давлеет в какой-то степени. Если есть Игромиры проблемы, которых намного меньше, чем у нас, то это проблемы вот этого вот схлопывания самого в себя, то есть это уже такая черная дыра, с точки зрения людей и всего остального. Что лично мне в Игромире не нравилось никогда, от чего я отталкивался как от негативного в Игромире, это то, что люди многие приходят и не общаются. Они пришли, встали в очередь построгать новый Call of Duty, в телефон втыкают, уйти из очереди нельзя, она огромная, они стоят в ней два часа, они заходят в темную коморку, играют 15 минут в Call of Duty, да, это эксклюзив, и потом уходят, стоят в другую очередь, или уходят домой, потому что очень устали стоять, тяжело. У них другого формы коммуникации невозможно, потому что невозможно общаться. Сейчас все-таки мы с тобой не сильно крича можем нормально говорить, и вот ради этого мы тут как бы всегда и бьемся, чтобы распределить пространство, чтобы лимитры поставить. Если посмотрите, там, на каждом фейдере такой скотчем, не громче, как было в Органской Рапсодии, да, вот заклеено фейдер, да, чтобы никогда не поднимать. И это как бы касается всех стендов. За счет этого мы можем общаться. Да, я смотрю, тут стримеры, наоборот, жаждут общения, ходят как бы, с удовольствием фотографируются и общаются со зрителями, мне кажется, это прям хорошо. Ну, тут есть обратная сторона. Я всех стримеров, которые, в том числе от Good Game, хотят на фестивале регистрироваться в будущем году, во-первых, я очень рад всем, пожалуйста, пишите. Мы сами никому никогда не пишем, это принцип. Не обижайтесь, если мы вам не написали. Мы просто даже не можем не знать всех стримеров, они очень быстро появляются иногда, очень быстро становятся популярными. Я ничего не знал о гексогене три месяца назад, а сейчас это человек, который собирает на стримфестинге 10к, да, онлайна. Он так быстро вырос, я не знал о нем, но он сам не написал, сказал, слушай, ну, я думал, ты должен меня приглашать, но я напишу. Я сказал, конечно, я тебя приглашу, ты такой классный. Идея в этом. То есть мы сами ждем приглашений. Но, если вы пришли на фестиваль, нам важно, чтобы вы выполняли программу фестиваля. Мы предлагаем разные активности, вот есть стримерские активности, но вы их выполняйте, пожалуйста, потому что в этом году немножко нас кое-кто подвел, и партнеры, на стендах которых люди не стримили, хотя обещали стримить, конечно, будут бурчать, и нам надо будет отбиваться. И именно от этого зависит, каким будет следующий фестиваль. Вот такая экономика. Я смотрю тут, в сравнении с прошлым году, нету именно отдельных площадок со стримерами, то есть которых окруженные. Я помню, было у VLG, у Игоря прям такие окруженные, куда нельзя было подходить. В VLG превратился в LG и игроманию. Такой стенд был, по сути, один. Есть один, нет, смотрите, с стрим-стендом у нас все четко. У нас было в прошлом году два октагона, в этом году два октагона. В прошлом году было два квадрата Good Game и еще один, и в этом году тоже два квадрата, даже три. По количеству стрим-позиций выросли, а за счет того, что есть два дня, мы можем больше людей принять на этих стрим-позициях. Главное, чтобы они на них приходили. Мне кажется, все-таки вот этот формат стрима со стрим-феста очень ценен. RL хорошо, но все-таки не такой крутой интернет с RL, он может подрываться, если там нет у тебя специального какого-то решения. А то, что мы делаем на стрим-позициях, мы гарантируем. Это очень много трафика, там очень хороший интернет, да, и прям все ревет как надо. Поэтому на стрим-позициях можно делать разные шоу, можно там, не знаю, свой меж какой-то предлагать, еще что-то. Пожалуйста, мы никак не ограничиваем, главное, будьте на них, чтобы фестиваль гудел, чтобы все работало. Это надо написать, если есть желание, я так поняла, надо написать вам, и команда стрим-феста ответит, правильно? Ну, можно писать мне, в принципе, и за годи, но на данный момент я буду говорить, ребята, ждите официальных открытий регистрации. Ну, как бы надо дождаться, да, но после этого пишите еще раз. Фестиваль, его группа ВК, собственно, за ней надо следить. Когда мы откроем регистрацию, мы откроем ее достаточно рано. Мы сразу выставляем правила. Вы можете, и это будет полезно для нас, во-первых, писать фидбэк о том фестивале, который сейчас, если вы на нем были. Мы очень скрупулезно, зло, в огромную таблицу собираем фидбэк и вычитываем его. Иногда у нас вот такой вот смайлик, как здесь, можно не показывать, потом покажете. Вот, мы плачем. Иногда, наоборот, у нас радостный смайлик на лице, потому что люди пишут приятные слова. И, что важно, есть критерии того, каким образом человек должен стать участником. Это каждый раз определенный компромисс. Нет идеальных критериев. Но мы хотели бы их найти. Мы хотели бы сделать так, чтобы все популярные стримеры, которые действительно жаждут роста и показывают этот рост, чтобы они все могли попасть на фестиваль. Не зря мы стали двухдневными. У нас больше возможности дать вам вот такого эфира, стриминга, всего, да, лута, чего хотите. Но критерии должны быть четкими. Мы хотим выработать более качественные критерии. Пишите нам, какими критериями эти должны быть. Вот на пересечении всех предложений, я это честно скажу, и будут критерии будущего года. Мы ни перед какой платформой не обязаны. Мы не Twitch, мы не Goodgame при всей любви. Мы не YouTube, мы не Vast. Мы фестиваль стримеров на всех любых платформах. И мы можем вырабатывать правила такие, которые будут удовлетворять интересы всех стримеров любых платформ. В том числе Goodgame, конечно. Конечно же, спасибо за Goodgame отдельно. Вот. Но я еще хочу отметить, что в этот раз очень хорошая столовая здесь, видимо, стараются. И правда, тут много мест, где можно просто посидеть, отдохнуть в сравнении с прошлым стримфестом. Смотри, это выставочная площадка. Будем честны, предыдущая площадка была не выставочная. Она была таким производственной площадкой, которую можно было использовать как выставочную. Для этого приходилось очень много перерабатывать эту площадку. Теперь есть собственные площади, которые всячески мы используем. И они функциональны, вот уже настроены на то, чтобы принимать людей. Здесь много проходит мероприятий. Я хочу рекомендовать Сколково отдельно. Вы зайдите на Сколково на сайт Технополиса. Здесь проходят выставки роботов, новых технологий. Здесь проходят студенческие какие-то мероприятия. Много всего. Бизнес какие-то вещи. Если вы, как говорится, уже, что называется, встали на топкую дорожку бизнеса, как мы. Это все очень может быть интересно. И Сколково ждет, радует и ждет вновь. Я, правда, вчера мы отведали тут еду и остались довольны. Столовая, главное, дешевая. Тут такой маленький коммунизм. Они построили столовую с дешевой едой. Все дешево, вкусно и полезно. А вообще, какой стенд вы отметите наиболее лучший и подготовленный? С точки зрения дизайна, я считаю, что это стенд Гудгейма. Хотя бы потому, что дизайнер стенда Гудгейма, это по секрету, и дизайнер всего фестиваля Савелий. Вот, поэтому, как я могу сказать иначе. Конечно же, он вложил весь свой креатив, весь свой наработанный портфолио, все свое наработанное. В дизайн своего любимого стенда Гудгейма. Савелий классный, спасибо ему. Ну, как бы по члену, конечно, каждый требует своему, следует своему брендбуку. Все очень в своей тональности находятся. Мне нравится ВАЗ, синий такой, да, они молодцы. Они выделяются. Ред Сквер красненький, Асус такой черно-бело-красный тоже. А стенды больше, шире, капитальнее. Это не выглядит как там несколько лет назад, что вот мы тут шермочку поставили, вот мы обозначили бренд, больше ничего. Нет, теперь это стейджи, они приподняты, на них что-то происходит. Есть ощущение, что ты как бы в тронном пространстве. Тот же самый стенд Асус, да, там вот этот тронный такой стрим-позишн, крутой. Здорово. Почему? И вот это в этом году, я смотрю, очень крутые косплеи тут. Это ваших рук дело или все-таки они сами? Ну, косплей всегда делаю. Я не делаю им косплей, это они сами. Но мы предложили такую вещь, которая, как мне кажется, зашла. Мы сказали, что нам не нужен конкурс косплея в этом классическом виде. Потому что, ну, всегда есть какие-то претензии, а кто судьи, а почему эти, а почему не те. Мы сказали, это одна часть косплея. Им всем хочется признания на уровне приза, например. Но они всегда не очень довольны и всегда есть недовольны тем, как этот приз вручается. А с другой стороны, они все делают косплей, у всех есть патреоны, какие-то площадки, где они собирают деньги, чтобы это творчество продолжалось. Это нормально, это донат, особенно для стрим-феста. Здесь все понимают, что это труд, это работа. Опять у меня голос задрожал. Конечно же, это труд, это работа. И косплей-то тоже труд и работа. А, кстати, многие косплееры еще и стримят, в том числе процесс своего крафта. Это классно, это интересно, подписывайся на таких косплееров. Так вот, мы решили, что если мы дадим возможность как-то высветить их донат-площадке с помощью наших каких-то инструментов, то это будет тоже круто, они смогут собирать донат на мероприятие, которое вокруг доната выстроено фактически. Ведь каждый билет на фестиваль это и есть донат. Поэтому они ходят с такими табличками, на них QR-коды. И сходируешь QR-код, ты попадешь на страничку Kiwi Donate, это платформа, которая собирает донаты, и ты сможешь донатить стримеру. Ему приятно, тебе хорошо, табличка с ним остается, хоть, пожалуйста, он ее может использовать потом для фотографий и так далее. То есть его площадка остается с ним. Ну, а мы ему сделали такую возможность. И из дефиле еще, где в рамках трансляции тоже человек выходит, а в малом окне трансляции, там вот так дополнительно, там его QR-код, кто хочет, может тоже успеть телефончик навести, там что-то зайти, задонатить. Если тебе понравился косплеер, донать ему. Тут тот же самый принцип, что и с стримером. Просто стример каждый день что-то делает для тебя, а косплеер делает то же самое, просто тихо. Он не эфирит это. В большинстве случаев косплей долгий, трудный процесс, который нужно, надо потратить многие часы, и, конечно, его надо было сблагодарить. Спасибо нашим косплеерам, что они пришли. Надеюсь, механика сработала, и они получат свой донат от фестиваля. Отличное решение. И правда, косплеер в этом году уходишь, глаза радуются. И еще такие вопросы. Женечка, улыбаемся и Машу. Вообще, что в следующем году планируется? Есть ли какие-то уже сейчас наметки, что будет изменяться? Ну смотри, вот над нами там есть зал Казан, опять еще покажешь. Такой большой, круглый, у него такое пузо и ножки. Поэтому он называется Казан. Он никак в этом году не задействован. И если мы будем быть на этой площадке в этом же году, вероятность достаточно высока. То мы будем проводить стриминг-эвордс, первый. Стриминг-эвордс. Мы хотим, конечно, задействовать эту площадку. Там еще никто не был. Вообще, масштабирование площадки – это как бы следующий пункт программы. Можно использовать зал для каких-то ивентов внутри фестиваля. Благо, что у нас два дня. И вечер, суббота – классное время для этого. У нас есть много переговорных пространств, которые как бы срыты за этими стенами. Для лектории, для бизнеса каких-то решений и так далее. У нас есть… Что у нас есть? У нас есть улица. Если ты видела, там зеленые пространства, культивированные, классные. Почему там не сделать что-нибудь посвященное травл-стримингу? Или там музыканты могут играть там. Там огромное такое даже уже есть, импровизированная гитара, если посмотришь. То есть уже что-то нам намекнул, что, ребята, нам надо туда развиваться. В этом году пока нет. Мы опробуем площадку, смотрим, как все работает. Работает неплохо. На следующий год, я уверен, будем что-то делать еще. Мы эту площадку еще на 50% даже не использовали так, как могли бы. А она уже хороша. Она уже правда очень хороша. И действительно идея насчет улицы, чтобы там задействовать вообще суперская. Ну и что бы ты хотела пожелать вообще стримерам, зрителям и, может быть, организаторам? Организаторам ничего не желаю. Это своя тусовка, там свои чаты. Я желаю Джусу быть таким же классным. Да, потому что он вдохновляет меня всегда. Я всегда смотрю Джусика. А если у меня утром что-то не так, то я включаю Джуса. А у него всегда все так. Вы помните название его стрима. Вот, поэтому он всегда, он меня всегда в этом смысле поднимает настроение. И я желаю стримерам, зрителям, я желаю им развитуализовываться. Не обязательно в рамках стримфеста. Точнее, обязательно в рамках стримфеста. Но не только. Опять мой голос. Но не только. Но не только в этом формате. Чаще встречайтесь, чаще общайтесь. Ищите друг друга, находите друг друга. Потому что стриминг – это всегда первый шаг. Второй шаг – это личное знакомство, обнимашки, целовашки. И вот это все, потому что мы ради этого существуем. Мы живем в обществе. Мы социальны, мы эмпатичны. Интернет всего заменить не может. Хотя, безусловно, он стал огромным шагом к тому, чтобы мы стали добрее, ближе, начали друг друга лучше понимать. Это глобальная идея стриминга. Мы должны лучше друг друга понимать. Потому что это дополнительные ниточки, связи, множество людей со множеством людей, которые могут общаться, объяснять свою позицию, свой взгляд на мир другим людям. И наоборот. Чем больше мы будем общаться, тем больше у нас будет возможностей решить глобальные мировые проблемы. Вот так я воспарил вообще на высоту абсолютных обобщений. Но стриминг лучше всего с этим справляется. Знаете, он справляется плохо. А стриминг справляется. Это платформа, это способ общения и решения любых проблем. Давайте их решать. Да, чатик говорит, что вы очень позитивный человек. Спасибо вам за это. И спасибо, что вы очень раскрыты для нас всех. Ну а как иначе? Понимаешь, как бы стриминг, он тебя раскрывает. Ты не можешь обманывать никого на стриме. Это можно делать один день, два, три. Но потом рано или поздно у тебя откуда-нибудь скелет из шкафа вывалится прямо на эфире. И все все поймут. Поэтому лучше сразу быть открытым. Лучше сразу все объявлять всем открыто. Это позиция фестиваля. Мы очень всегда всем все объясняем. Показываем. Никаких любимчиков у нас нет. Кроме Джуза, конечно. Джуз любимчик, извини. Он любимчик. Никаких особенных, более любимых платформ, повторюсь. Или менее любимых нет. Есть любимые люди с этих платформ. Но платформы как таковы все равнозначны. Фестиваль открыт. Фестиваль продолжает строиться. Покуда я им рулю. А я буду им еще рулить долго. Так и знаете. Не расслабляйтесь. Спасибо большое, Миша. Спасибо. Прямо правда. Подравилось. И последний вопрос еще к тебе. Ты все еще ИП? Ну, нет. Уже нет. Уже завершила с ИП карьерой. Ну, понятно. Хорошо. Что? Все. Спасибо тебе. Все. Спасибо. Давай, пока. Да.